приветствую вас дамы и господа и так дождались уже нормальных новостей о том что же все таки будет 10 января я уже наверное месяц или два назад догадывался о том что 10 января отчета будет поскольку в декабре никакого марафона на прям танк не было а новый год в танках заканчиваться 10 января даже 9 все акции фи акции она и так далее все выключается 9 января поэтому до 9 января вам нужно сделать все что вы не сделали во всех новогодних акциях ангарах и так далее собрать все ресурсики там поменять их на жетончики покидать в автоматике открыть все большие новогодние коробки если они у вас есть если вы не откроете они откроются автоматически если вы кому-то их подарили и он не открыл они вернутся вам и откроются автоматически если у вас есть жетоны в их не кинули в автомат они вроде откроются автоматически если вы ресурсы новогодние вот эти камешки разноцветные ни на что не поменяли не на стиле коллекций не на жетоны они просто исчезнут также все новогодние акции заканчиваются 9 января на скидки переобучения скидки там всяких кастомизации на снимание оборудования акция все заканчивается 9 января также 6 января будет у нас последний запуск аркады там будут одновременно включены и снежки стрельба снежками и скольжение там можно немножко бон подформить надо оно вам или нет решайте сами 10 января выходит у нас патч 1.19.1 в этом патче у нас новая китайская ветка тяжелых танков ее там уродовали уродовали альтернативные пушки фугасные убрали нерфили не нерфили короче ужуть какая-то надо вам эту ветку качать или не надо решайте сами я на стримах ее качать буду потому что мне в игре заняться особо нечем а стримить вам что-то надо чтобы развлекать вас поэтому плохое но или хорошее неважно я буду его качать вы на стримах это сможете увидеть я также буду делать видосы по танкам из этой ветки рассказывать какие они классные или не очень также в этом патче 1.19.1 который 10 января появится можно включить дальность до врагов и союзников которая у нас над танком все время будет написано поможет вам лучше ориентироваться еще вам поможет лучше ориентироваться если вы перед боем будете меньше бухать ну и в принципе вот весь патч еще там добавят в ветки исследований много премиумных танков за голду такие легендарные будут как кировец один на канале есть стримы и видосы как я брал на нем три отметки танк ужасный не рекомендую просто ужас можете по названию танков поиске канала найти посмотреть стримы и видосы если хотите в к 75 01 к слабый танк тоже на нем три отметки взяты видосы стримы есть можете посмотреть как он слабый убийца защитника который туфта полная но и бизонты танк по сути прикольные единственное что у него супер кривая пушка на нем тоже три отметки видосы стримы есть в общем и целом я не сказал бы что эти все танки три самые слабые но до имбовых им далеко нужны ли вам средние очки проходные думайте сами самый простой из них в использовании в геймплее это бизонты хорошие вены барабан который сам заряжается пробитие хорошая нормальная подвижность единственно что пушка кривая на нем легче всего играть он самый простой и понятный остальные два кандидата такой себе на них сложно играть и им боев тоже не назвать надо оно вам или нет решайте тоже сами также с 10 января по 26 января на его стартует у нас боевой пропуск но в конце которого вас ждет не какой-то там 3d стиль на непонятно что а прем танк по сути это одна глава боевого пропуска с наградой главное в виде прям танка т-32 м тематика данной главы боевого пропуска на и у это терминатор из фильма там будут экипажи декальки стильно т-32 м на прям танк и сам прям танк по идее там будет еще линейка наград бесплатная и линейка наград платная которую нужно будет активировать за голду в принципе все как обычно как в боевых пропусках которые были уже много раз по идее все будет примерно такой же а вот у нас терминатора на ру серверах я думаю не будет возможно даже т-32 м не будет а будет возможно другой прям танк возможно будет другая тематика скорее всего даже невозможно можно с уверенностью сказать что будет другая тема вообще этого боевого пропуска другие декальки другие члены экипажа возможно даже другой прем танк может быть будет т-32 в другом стиле или вообще без стиля может быть будет другой прем танк от тестированных прем танков готовых которые можно впихнуть в виде наград и очень много там может появиться что угодно и американские двустволки там есть и всякие китайские танки и 9 уровня прям танки там танков целая гора что на самом деле там будет увидим 10 января по сути оно будет длиться не так уж долго с 10 января по 26 января чтобы проходить боевой пропуск нужно просто играть на разных танках на каждом танке есть лимит очков которые мы можем набивать просто играем на том уровне на котором нам комфортно я думаю примерно с 6 левела наверное мы сможем проходить боевой пропуск и до 10 в общем и целом все как обычно единственное что в конце нас ждет не 3d стиль а прям танк пишите в комментариях что вы об этом думаете как вам такой формат какой прям танк нас ждет в виде награды ну а также еще и от нас в январе ждут до 8 января какие-то там турниры ледяная лавина 2023 до 8 января каждый день можно будет выиграть в турнирах какие-то там прям танки и турнир игра на повышение какой-то турнир с хорошими призовыми чтобы в нем принять участие нужно будет выполнить какое-то боевое задание базе шку выполнил в которую мы сможем принять участие в этом турнире я думаю участников будет много призовой фонд будет большой как написано посмотрим что это такое вот такие события на ждут в январе основное из которых это боевой пропуск на прем танк вместо марафона видимо также это событие скорее всего выманит из игроков 2500 голды после новогодних коробок в самый раз куда-то надо потратить голдишку я конечно думал что может быть будет не только марафон или боевой пропуск но и конструкторское бюро или караван который заменил черный рынок поскольку эти мероприятия больше ресурсов из игроков высасывают а после нового года надо высосать много но боевой пропуск который из нас высосит по 2 500 голды это еще как-то по-божески поскольку конструкторское бюро или караван высосали был просто все до дна но еще надо посмотреть сколько будет стоить улучшение боевого пропуска до премиумного 2 500 голды как обычно может быть и нет в общем и целом увидим комментарии в вашем распоряжении оформляйте подписочку ставьте лайк с вами был варчик играть красиво всем удачи и пока субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...